Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Ротару приняла в Сочи на фестиваль «Новая волна», где получила очередную порцию комплиментов. Также Ротару приняла подарок в честь минувшего дня рождения от Николая Баскова. Артистка ахнула, когда Басков надел на ее руку браслет стоимостью в 2 миллиона рублей. Украшение известного бренда обсыпано изумрудами и бриллиантами. Басков и Ротару часто выступают в дуэте, и когда-то в шутку он позвал Софию замуж. Свой день рождения Ротару отметила в кругу семьи. Свой праздник она отмечала в итальянском городе Пьетро Санто. Артистка отметила, что это был самый лучший день. В ее жизни. Напомним, на конкурс «Новая волна» помимо Софии Михайловны приехало много исполнителей, которые удивили публику своими нарядами. Так Филипп Киркоров взял с собой сумку стоимостью в 3 миллиона рублей. Он даже переплюнул браслет Ротару. К слову, София Михайловна предпочитает не делиться с публикой своими бьюти-тайнами. Лишь отмечает, что старается вести здоровый образ жизни. Но так ли это на самом деле? Мы попытались узнать у специалистов. Данила Лопин, пластический хирург. У Софии Ротару хорошее состояние кожи. Скорее всего, она делает уходовые процедуры у косметолога и вводит инъекции с гиалуроновой кислотой, а также пептидные комплексы и ботокс. Если сравнивать фотографии певицы многолетней давности, то она себя обращает внимание положение бровей. Их боковые хвостики ранее располагались намного ниже. Теперь же они встали в разлет. Из этого могу сделать вывод, что Ротару могла сделать височный, темпоральный лифтинг. Считаю, что в определенном возрасте артистка обращалась к пластическим хирургам за круговую потяжкой лица, которую ей, к слову, провели великолепно. У нее отлично сохраняется четкий овал лица. Это все заслуги и пластического хирурга, и косметолога. Роман Бессонов, косметолог. У меня есть такие пациенты, которых я обслуживаю более 15 лет. Они отмечают то, что с возрастом становится все интереснее и даже лучше выглядят, чем в молодости. Залог успеха – это постоянное сотрудничество с косметологом. То же самое могу сказать о Софии Михайловне. Певица наверняка делала биоревитализацию. Колола филлеры, ботокс, прибегала к нитевому омоложению. Олесь Улищенко, врач-остеопат, специалист по фейс-пластике. Секрет вечной молодости Софии Ротара заключается не только в постоянном уходе. Певице повезло, ведь у нее отличные природные задатки, хорошо развитые крупные кости черепа, особенно верхняя и нижняя челюсть. Правильный прикус, мышечный тип старения, отсутствие лишнего веса, правильное положение языка на верхнем небе, хорошая осанка – все это залог того, что лицо будет хорошо держаться в старости. А что делать всем нам, чтобы стареть красиво? Заниматься фейс-пластикой – это не только гимнастика для лица, а работа с телом, которую надо проводить под наблюдением специалиста. Любить спорт, следить за питанием, сном и внутренним состоянием гармонии.